А этот сюжет мы начнем с новости, которая объединяет в себе такие полярные чувства, как радость и боль, гордость и страшные воспоминания. И речь сейчас, как вы уже, наверное, догадались, идет об украинском фильме «20 дней в Мариуполе», теперь уже о скороносном фильме. Фильм «20 дней в Мариуполе» о захвате российской армии украинского города получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино года. Это первый «Оскар» для Украины. Я бы хотел иметь возможность обменять награду на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города и не убивала десятки тысяч украинцев. Именно с такими словами выступил украинский режиссер документального фильма «20 дней в Мариуполе» Мстислав Чернов во время получения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Помимо крутейшей работы команды, важно отметить, что эта победа еще и закрепляет в истории преступления Путина. Война ведь рано или поздно закончится, а фильм, получивший «Оскар», останется. Более того, совершенно точно переживет самых токсичных останкинских пропагандистов. У последних, кстати, от очередного успеха Украины случился внеплановый инсульт самого скрепного места. Там на «Оскаре» просто какой-то шабаш происходит, ну, собственно говоря, как всегда. «Оскар» не обошелся без политики. Политизирован настолько, что вызывает, в конце концов, отращение. Фильм «20 дней в Мариуполе» получил «Оскара» как лучший документальный фильм. И это настоящий фашистский фильм, снятый в духе Геббельса. Какой федеральный канал не включи, везде крики, визги, проклятия в отношении как создателей фильма, так и жюри киноакадемии. «Был очевидно, что если не дадут ему премию, то это будет зарадот. Поэтому это было ожидаемо, что ее дадут». «Церемония «Оскара», то есть она падает все глубже и глубже. Я думал, что то уже достигнуто, но это уже, конечно, совершенно иной уровень». Убогие даже не постеснялись заявить, что «20 дней в Мариуполе» – это пропаганда. «Украина таки получила «Оскар» за абсолютный пропагандистский фильм. Ни слова правды. Я понимаю, что все ложь». «Хотят видеть то, что хотят видеть, великому сожалению. Но не хотят показывать то, что в реалии было, то, что в реалии есть». А на самом деле никаких разрушений там нет. «Он даже не понимает, что там уже руин нет». Ну, конечно, нет. И братских могил тоже нет. Это все выдумки коварных украинцев. А еще Россия не сбрасывала авиабомбы на жилые дома. «Но вот на наших глазах российская авиация ударила по жилой пятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. Российская авиация продолжает работать по тому району». И не расстреливала мирных жителей из танков прямой наводкой. Ох уж эти укрыпаны придумывают всякого, чтобы Россиюшку оклеветать. «Фильм прославляет нефашистский режим в Украине. Фильм распространяет фашистскую пропаганду, чтобы обвинить в военных преступлениях Россию». «Абсолютный пропагандистский фильм». «Ни слова правды». В общем, истерика у убогих была еще та. Ну, а ее бенефисом уже по традиции стали обещания организовать собственный «Оскар». Ну да, свою мельданиаду. Ой, простите, олимпиаду языком уже организовали. Теперь из-за кино можно взяться. «Это война. Они воюют против нас на всех фронтах. Свой «Оскар» и свою «Нобелевку» Россия совместно с Китаем, Африкой, Латинской Америкой, Индией и даже парой европейских стран могла создать уже два года назад. Два года назад уже было ясно, что надо, что пора». Хотя справедливости ради надо отметить, что подобная идея нам даже понравилась. Наконец-то заслуженную награду получит, например, эпичный боевик кинокомпании «Новоросфильм». Но это тот, где украинский солдат Мэкола по сюжету искал побратима, а в итоге на черных трансплантологов наткнулся. Более того, уже сейчас есть явный фаворит в номинации на лучшую мужскую роль. Посмотрите, вот как талантливо российский чмоня с позывным «13-й покойника» сыграл. Даже подливы в штаны дал ради искусства. А российские околовоенные телеграм-каналы тут же понесли сенсацию. Мол, злые люди такого хорошего мальчика в грязных трусиках завалили. «Кадыровцы расстреляли 13-го. Якобы сегодня днем между Гузенко и людьми Кадырова вспыхнул конфликт. И добровольца расстреляли». Правда, лично у нас сразу появилось скромное мнение, что кадыровцы, с которыми открыто воевал Егор Гузенко. У нас, видимо, закончилось СВО, и у подразделения «Ахмат» теперь осталась только одна главная в жизни задача – это найти «13-го». Ну, серьезно, ребят, это уже не смешно. Но займитесь делом. У нас сейчас идет СВО. Я понимаю, что снимать ТикТоки и воевать – это разница большая. Но то, что делаете вы, вас не красит. Мне очень нравятся вот эти любители извинений, которые пишут «Мы тебя найдем там то-се». «Пацаны, как бы, ну, все в ваших руках, в том числе и ваша жизнь. И то, как она закончится, тоже зависит от вас». Не убили. А по опыту с Кизяком Бабаем просто изнасиловали очередного русского витязя. Единственное, что во время съемок у жертвы еще и лицо обветрилось. «Все у нас хорошо, за исключением того, что я себе обветрил все лицом». Но, судя по довольному хлебальцу, Гузенко ни на что не жалуется. Хотя мы бы все же порекомендовали 13-му нерадостные видосики из серии «Я жив и легитимен» записывать. «Я думаю, самое время, чтобы воскреснуть. Прошу простить, братцы, кого заставил попереживать. Хохлы могут закрывать шампанское, закупоривать назад, теперь его там куском сала затыкать. Я еще на ваших похоронах песни попою». А срочно обратиться к организаторам российского «Оскара». Ведь если изнасилование кадыровцами подтвердится, то можно будет не только аккаунт на «Онлифанс» завести, но и за звание лучшей российской порно-актрисы побороться. «Ребят, будьте осторожны. Не я один на такую хуйню могу попасться». Ну а если говорить серьезно, то просто представьте, насколько все плохо и тухло в медийном поле России перед выборами, что приходится народ постановками с фейковыми смертями бодрить. А ведь Путин же на совсем иную повестку после Авдеевки рассчитывал. Мечтал, что фронт посыпется, а Канашенков будет каждый день о взятии очередных населенных пунктов докладывать. Противник понимает о том, что если Авдеевский участок фронта посыпется, то посыпется практически вся линия обороны под Донецком. Одна успешная операция и война закончится просто потому, что у ВСУ посыпется фронт, учитывая их текущее состояние. Следом за Авдеевкой там открывается практически прямая дорога на Славянск, на Краматорск и на запад ДНР. Но вместо этого глубинный народ уже который день вынужден лицезреть кислые рожи пропагандистов, последним работать крайне непросто. Им хоть тушкой, хоть кабанчиком нужно хоть какую-то позитивную повестку в массы толкать. Но даже ручные военкоры признают, после страшных потерь в Авдеевке продвигаться дальше российской армии крайне тяжело. На самом деле такое существенное продвижение замедлить им все-таки удалось. Линия соприкосновения, нельзя сказать, что закрепилась она динамична, но во всяком случае она не с такой скоростью продвигается, как это было, как нам хотелось бы. И то, что касается севернее, а в действом направлении, да. То есть бои снова несут позиционный характер. Если, конечно, не считать того, что союзное для Украины подразделение РДК и Легиона Свобода России в который раз прорвали границу и перенесли боевые действия на территорию России. Танки едут. Сегодня в Курской и Белгородской областях идут полноценные боевые действия. Там ездят танки с символикой противников Путина. В Белгороде повреждена мэрия. Но ФСБ, Минобороны и местные власти говорят, что все под контролем. А ведь после прошлогоднего захода в Брянскую область холопов уверяли, мол, граница на замке. В сверх сжатые сроки укрепили границу. Мышь не проскочит. Андрей Турчак. Ну и как там? Все получилось? Или замочек ржавым оказался? Да и ПВО, судя по вот этому видео, все ракеты разве что языком сбило. Ну а если говорить серьезно, то давно пора привыкнуть, что в любые игры можно играть вдвоем. Или они почему-то решили, что под пельмешки будут по телевизору наблюдать за боями на территории Украины. Нет, ребятушки, так не будет. Хотели спецоперацию? Ну вот и не нойте теперь. Украинский рейх достаточно заметно активизировал свою террористическую активность с помощью БПЛА, с помощью попыток атаковать территорию Российской Федерации. Сегодня вновь, вот как сообщает Министерство обороны, достаточно большое количество регионов Российской Федерации испытали на себе попытки атаки беспилотными летающими аппаратами. А вот что нам в подобных воплях особенно нравится, так это ярлык терроризм на любые прилеты или боевые действия на территории России. Причем они так искренне негодуют, что Люба дорого смотреть. В СУ уже не стесняются показывать миру свои попытки ударов по нашей территории. Никто на Западе не обращает внимания на украинский терроризм. Прямо подонки нацисты. Ну как с ними еще разговаривать? Никаких военных решений за этим не стоит. Это, собственно, абсолютно террористические провокационные методы. То есть, когда Россия стирает с лица земли половину Харьковской области, забрасывает ее кабами и каждую неделю обещают снова захватить Купенск. Ну и Купенск становится все ближе и ближе. На племанско-купенском направлении армия России сосредоточила кулак, то есть 100 тысяч солдат и скоро начнет новое наступление. Совсем скоро мы уже зайдем в сам Купенск. То терроризма в этом, очевидно, нет. Но стоит чуток покошмарить соседнюю Белгородскую или Курскую области, и вдруг оказывается, что правила для скрипоносцев работают, но лишь в одну сторону. В смысле, что в Харьковской области можно, то в соседних российских областях ни-ни. Серьезно. Мы ведем войну не просто с войсками, а с террористами. И это доказано. Они террористы. Вот эти вот страшные атаки Белгорода, они все будут, во-первых, гореть в аду, но они еще и на земле ответят за вот эту вот мерзость, которую они творят. Мы задушим вас всех к ядрень и фини. Но опять-таки все эти крики никому не интересны от слова совсем. Но в смысле, раньше надо было головой думать. Это же касается и ударов БПЛА. Напомнить, как Скобеева, Мордан и Ижи с ними геранями в свое время гордились. Сегодня снова массированный удар, в том числе по украинской столице с использованием российских, будем их так называть, российских беспилотников Герань-2. И это еще не жестко. Не все равно, как они называются, прекрасным арабским словом шахид или прекрасным русским словом герань, лишь бы оно летало и падало на головы хохло. Ой, караул, помогите, спасите, у нас тут гераньки летают. Света нас лишают. Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. И скажите спасибо, что вы будете при этом живы. А ведь мы их тогда предупреждали, что таким образом россияне открывают ящик Пандоры. Ну, как минимум потому, что инфраструктурных объектов в России в разы больше. Но ребятушки ничего слушать не хотели. Мол, какие там беспилотники у украинцев. А если и появятся, то их панцирями на раз-два пощелкают. Буки, торы, панцири работают в высшей степени эффективно. Пощелкают, как орехи. Наши ПВО держат воздушное пространство под замком. Их цель – все, что противник поднимает в небо. Прошел год, и можно смело сказать, останкинские крикуны не соврали. В том смысле, что действительно пощелкали. Только не украинские беспилотники, а по е**лу. Как пропагандистам, так и военным. Российские нефтебазы атаковали беспилотники. О взрывах и пожаре сообщили власти Орловской и Нижегородской областей. Вот так горит очередной нефтеперерабатывающий завод. На, на**ь, беспилотник в е**ь рядом с моей работой. Все в дымище. Е**ь так. А это уже база ГСМ в подмосковном Орле. То есть украинские беспилотники спокойно пролетают сотни и даже более тысячи километров, нанося тем же нефтяникам многомиллионный ущерб. В Нижегородской области пожар начался на предприятии Лукойла. Тушить его отправили пожарный поезд. Этот завод перерабатывает 340 тысяч баррелей нефти в день и отвечает за производство более 10% российского бензина. Повреждения серьезные, работа предприятия остановлена. А еще все понимают, что хваленая ПВО Россию никоим образом защитить не может. Отчего Путин перед выборами вынужден не на лаврах почивать, а разгребать скандалы в собственном окружении. Дело в том, что нефтегазовая элитка уже обвинила Герасимова и Шойгу в некомпетентности. Мол, горючее для армии поставляется исправно, А защитить те же НПЗ чмони не могут. Российские нефтяные компании ищут способ донести до Кремля, что они выполняют задачи по снабжению топливом российской армии. А вот Министерство обороны РФ плохо защищает их объекты от украинских дронов. И такого рода разборки спустя более чем два года после начала так называемой спецоперации идеально иллюстрируют, насколько успешно она якобы идет. Настолько все по плану, что вместо Киева за три дня у всех на слуху тема, как бы центральные регионы РФ от ударов Украины защитить. Сказали бы нам это два года назад, мы бы сами не поверили. Но реальность такова, что Путин своей глупостью не только принес войну вглубь России, но и поднял с колен полумертвой украинский ВПК. Морские дроны поставили на колени Черноморский флот. ППЛА кошмарят нефтяников. И что-то нам подсказывает, что со временем помимо дронов и ракеты украинского производства появятся. Но так, чтобы Ростов, Липецк, Волгоград, Саратов, Грозный, ну и далее по списку в коридорах поночевали. Собственно, голосование за Путина на выборах почти гарантирует россиянам такое будущее. Хотя раз голосуют, значит сами хотят. Надеемся, они запомнят этот момент, чтобы через каких-то полгода режим «А нас-то за что» не включился. Все будет Украина, друзья.